На нашем канале можно найти обзор на Focusrite Claret 2 Pre. Карточка достаточно интересная, большое количество каналов, хорошая начинка, но в какой-то момент к Claret у публики появился ряд вопросов. И в сегодняшнем ролике мы, как всегда, будем с вами расставлять все точки над её. А сделать нам это поможет вот такая карточка. Это тоже Claret, но уже 4 Pre, немножечко повыше. И это обновлённая версия. В названии появился плюсик. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал Давай Запишем! Здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Прежде всего, это внешний аудиоинтерфейс с 18 каналами на вход и 8 каналами на выход. Значения достаточно большие. Давайте разбираться. Начнём с аналоговых каналов по входу. Мы видим на передней панели 4 комбо-разъёма. Это первые 4 канала. Первым двум мы можем подключать линию инструменты и микрофонные, динамические или, как в нашем случае, конденсаторные. Остальные два канала работают совсем тем же самым, но за исключением инструментов. То есть только первый и второй канал у нас оборудованы инструментальными режимами работы. Кстати, раз мы уже говорим о конденсаторных микрофонах, то достаточно интересной фишкой является то, что фантомное питание здесь подаётся по парам на первый, второй канал и на третий, четвёртый канал. В принципе, смысла в этом особого нет, но просто существует определённый круг лиц, которые считают, что они вот возьмут, если подадут фантомное питание на свой динамический микрофон, они его сразу же спалят. Собственно, друзья, вот для вас такое небольшое введение, чтобы вы могли работать одновременно и с конденсаторными, и с динамическими микрофонами. Но факультативно я напомню, что современным динамическим микрофоном вы ничего фантомным питанием не сделаете, при условии, если вы работаете правильным симметричным XLR-проводом. У каждого канала есть по крутилочке усиления. Собственно, четыре первые канала у нас оборудованы микрофонными предусилителями в 57 децибел. Что касается выхода, достаточно интересная особенность. Здесь мы видим два разъёма для наушников, у каждого разъёма есть своя собственная регулировка громкости. И на самом деле сюда идёт не один микс, сюда идут два разных микса. То есть одному человеку в наушники мы можем пустить один звук, другому человеку в наушники мы можем пустить совершенно иной звук. Это тоже достаточно интересно. Ну и, конечно же, крутилочка, которая регулирует у нас всё то, что пойдёт на громкий контроль. Давайте перемещаться на заднюю часть этой звуковой карты. Продолжаем аналоговые каналы. Это четыре канала линейных на вход и четыре канала линейных на выход в форм-факторе джек. Далее идёт MIDI-интерфейс для подключения различной MIDI-периферии. Разъём на вход, разъём на выход. Ещё у нас есть USB-разъёмчик в виде Type-C, что тоже достаточно интересно. Оптический интерфейс для подключения ADAT. Тоже хорошая штука, к ней мы обязательно вернёмся чуть-чуть попозже. Ну и, конечно же, ещё одна пара цифровых разъёмов. Это SPDIF на вход и SPDIF на выход по два канала. Напомню, мы можем давать и туда, и обратно. Отдельным пунктом давайте поговорим о преобразователях аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях. Что они делают? Они преобразуют аналоговый звук в цифровой, и из цифрового делают обратно аналоговый. Например, мы что-то с вами записываем, то есть у нас идёт изначально аналоговый звук, он попадает на карту, далее он преобразуется в цифру, и мы нашу запись можем видеть в виде волны, в виде аудиофайла у нас на компьютере. Далее мы что-то с вами воспроизводим. Опять же, цифровой файл у нас попадает вот сюда, преобразовывается из цифры в аналог, и далее идёт по проводам наш мониторинг. Здесь стоят достаточно неплохие преобразователи. Это динамический диапазон до 119 дБ и уровень технического шума в минус 129 дБ. Опять же, если говорить по частоте дискретизации, то здесь мы имеем 24 бита на 192 килогерца. Оптический ADAT-интерфейс, который мы с вами чуть ранее находили с задней стороны карты, позволяет нам добавить ещё восемь каналов по входу. Ну вы, наверное, заметили, что рассмотренное нами количество аналоговых каналов как-то не совпадает с тем числом, которое я называл в самом начале ролика. Итак, что нам нужно сделать, чтобы из оптики получить аналог, чтобы эти каналы стали, чтобы мы смогли с вами ими пользоваться. Для этого нужен внешне многоканальный микрофонный предусилитель, ну вот скажем, как этот самый Audient ESP. Это предусилитель на 8 каналов, в котором есть преобразователь. То есть уже внутри этого предусилителя у нас проходит преобразование, сигнал идёт на провод и попадает на звуковую карту. Чтобы стало всё понятнее, давайте пройдём весь путь сигнала от микрофона в звуковую карту, как он будет проходить, если мы подключили этот самый микрофон через оптику. Я даже могу начать говорить в этот самый микрофон, ну для примера. Какое-то усиление я там уже накрутил. Вы можете посмотреть, кстати, что у меня происходит на компьютере. У меня сейчас пишутся две дорожки, пишется петличка и пишется дорожка с моим динамическим микрофоном. Ну первонаперво динамический микрофон входит в первый канал вот этого самого многоканального микрофонного предусилителя. Далее мы настраиваем необходимое усиление, и далее у нас сигнал преобразовывается. То есть происходит аналого-цифровое преобразование, и аналоговый звук с этого микрофона становится цифровым. Далее сигнал попадает на выход ADAT, который у нас есть на вот этом самом устройстве. Потом мы используем специальный оптический провод, который у нас заходит в ADAT вход на звуковой карте, в которой уже на самом деле никакие преобразования не происходят, потому что это цифровой звук, а гоняет звук туда-сюда, сами согласитесь, не очень хорошо. Поэтому вот ту самую цифру, о которой я и говорил, мы сейчас можем наблюдать у меня на экране. Если мы, кстати, обратимся к контрольной панели, то мы видим, что у нас приходит индикация сейчас. Вот это звук с петлички, а вот это звук с микрофонов, который я и говорю. Всё работает нормально, всё работает так, как, в принципе, и должно работать. Я вернусь на петлю, и стоит поговорить о том, какими микрофонами-предусилителями пользоваться для подобных целей. Ну, естественно, смотрите, чтобы в микрофонном предусилителе был преобразователь уже на борту, потому что если на нём нет самого заветного оптического разъёмчика, то, увы, сюда подключить вы его по, опять же, оптике не сможете. Есть куча разных фирм, есть куча разных производителей. У Focusrite есть родная подобная железка. Вот, например, в ролике используем Audient. Но, опять же, если у вас стеснён бюджет, то можно пользоваться старым добрым проверенным решением в виде Behringer AD8200. Не скрою, что у меня одно время было подобное устройство, и я, в общем и целом, был им доволен. Оно стоит немного, при этом на борту есть предусилители от Midas. Что ещё нужно для счастья? Функция Air. О ней мы говорили в прошлом обзоре, давайте и здесь вспомним, что это такое. Это эмуляция предусилителей от Focusrite. Тех самых старых добрых предусилителей с полноразмерных микшерных консолей, которые все так, я надеюсь, любят. Если упрощать, это смена сопротивления и подъём на верхних частотах. Причём здесь мы имеем обновлённую версию Claret, Claret Plus, и, как заверяют нас производители, сама функция Air была немножко обновлена, звук стал более чистым, более прозрачным. Не знаю, так это или нет, я предлагаю проверить всё на тестах, потому что у нас есть с вами возможность протестировать. Я снова обращусь к своему динамическому микрофону, запись у меня также идёт. Я открою контрольную панель. Вы видите сейчас, что второй канал у нас с индикацией, и у второго канала отключён вот этот значок Air. Давайте я попробую его включить, и мы послушаем, как звук поменяется с этой самой функцией. Мы включили Air. Я попробую ещё немножко поговорить. Наверное, вы слышите изменения. Скорее всего, вы слышите изменения. Что характерно, Air — это функция полностью аналоговая. Она работает не на DSP-процессоре, она работает за счёт аналоговой схемы. Даже когда я включаю вот эту вот штучку... Сейчас я попробую даже... Давайте я поднесу свою петличку поближе и дам вам послушать. Ну вы слышите, да, будто какой-то поворотник в машине установленный. Там идёт, видно, какое-то переключение, и это не DSP. Это всё реализовано за счёт полностью аналоговых компонентов, что достаточно интересно, на мой взгляд. Посмотрим задержку по ASIO. Я напомню, что штатно мы выставляем размер буфера в 64, чтобы результаты наших тестов были более-менее усреднёнными. И теперь давайте поговорим про контрольную панель, через которую мы будем управлять вот этой самой звуковой картой. В нашем распоряжении оказываются две основные вкладки. В первой мы можем управлять каналами по входу. Чуть ранее вы уже видели, что функцию Air можно включить именно отсюда. Индикация происходящего на каналах, а также выбор режима, будет ли канал инструментальным или линейным, всё расположилось здесь же. Вторая вкладка открывает доступ ко всему, что касается выхода. Есть колонка с каналами выхода, строчка с входными каналами и строчка с виртуальными каналами, на которые попадает весь звук, происходящий на компьютере. В общем и целом, здесь буквально имеется возможность маршрутизировать ваш сигнал в виде независимых миксов в каждый отдельный выход. В громкие мониторы даём что-то одно, в наушники другое, а на SPDIF выход у нас уходит уже третий микс. Ну, например, он для музыканта, которого мы записываем в отдельный тон комнате. У всех каналов есть функции Mute и Solo. Дополнительные каналы вызываются с помощью клика по плюсику, есть и мониторные функции в виде диммирования, это фиксированное понижение громкости в мониторах при сведении на разных громкостях. Отдельно стоит упомянуть, что весь наруленный результат вы можете сохранять для дальнейшего пользования. И вдобавок к этому идёт сразу несколько пресетов с завода. Можно взять один из них за основу и настроить свой звук, отталкиваясь от пресета. Например, можно сразу вывести все цифровые и аналоговые каналы в рабочее поле, или послать звук напрямую с входа на выход, таким образом используя Claret в качестве микрофонного предусилителя. Приближаемся с вами вплотную к тестам, и настало время вспомнить о тех самых проблемах, которые преследуют Claret, и с которыми очень часто люди обращаются в техническую поддержку. Итак, многие просто не могут добиться от Claret вменяемого уровня на записи. Что я имею в виду? Мы сюда подключаем, но даже не динамический, конденсаторный микрофон, у которого, казалось бы, выхлоп должен быть ого-го. Но люди получают вот такой сенький уровень, при этом раскачивая предусилитель на максимум и в душе не понимая, что происходит. Focusrite со своей стороны всех успокаивает привычной для себя такой мантрой, всё в порядке, так и должно быть. Они аргументируют это тем, что у них очень крутые здесь установлены преобразователи, что есть очень широкий динамический диапазон. И даже получив вот такой сенький уровень на записи, нормализовав его, сделав волну нормального размера, вы, в принципе, не услышите большого количества технических шумов, что, как правило, происходит при подобных действиях. И в целом такой звук вполне будет сопоставимым со звуком, который бы вы писали вот с таким уровнем. Ну что-то мне такая риторика не особо нравится, если честно. Кажется, она подозрительной, поэтому я предлагаю вам провести эксперимент. Мы будем пользоваться вот этой звуковой картой и будем пользоваться тем самым Audient ESP. У нас будет дуэт из музыкантов. Мы запишем музыкантов вот сюда, и мы запишем музыкантов через Audient. Сопоставим, послушаем. Если здесь уровень будет низким, мы его нормализуем. Нормализуем, что мы запишем на Audient. И сравним два звука друг с другом. И, в принципе, поймем, а так это или не так? Реальна ли есть проблема? Или это, ну такая, назовем её фишкой, на которую, в принципе, можно закрыть глаза, потому что Audient, точнее Focusrite, были в конечном итоге правы? Давайте выяснять, давайте помузицируем, ну и встретимся на выводах, как всегда. По витринам улиц, по асфальтовым тропинкам Прогремело небо фиолетовым дождём И со стороны Город стал как сумасшедший Как один водой залитый дом Это лим не то, что бывало со мной? Это летний дождь Встал над миром стеной Это лим не то, что бывает шутя Просто летний дождь вспоминает тебя Город выпускает беспощадно из трамвая Нежное создание хризантема под зонтом И она бежит, не снимая босоножки Под безумным солнечным дождём Это лим не то, что бывало со мной? Это летний дождь Встал над миром стеной Это лим не то, что бывает шутя Просто летний дождь вспоминает тебя Возможности этого аудиоинтерфейса и, в частности, количества каналов по входу вполне хватит, чтобы записать музыкальный коллектив параллельно. Учитывайте, что максимальное количество каналов по входу здесь доступно только с покупкой внешнего многоканального микрофонного предусилителя с аналога цифровым преобразователем на борту. Что хочется сказать по поводу нашего с вами маленького эксперимента. Признаться, я был удивлён, потому что из каждого чайника, из каждого форума, да и от людей тоже я слышал вот, что есть проблема с кларетами. Проблема, 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 все били в набат. Конденсаторный микрофон, подключенный вот к этой карте, давал вот такусенький уровень на максимальном усилении. При том, что это конденсаторный микрофон, и это большой выхлоп, по идее, должен быть. Когда я подключал ребят, когда мы готовились к тестам, я уже был морально готов к тому, что на Audient мы получим уровень, а на Focusrite мы получим вот такой синький. Как оказалось, и это действительно интересно, такого не произошло, и там и там волновая форма у нас была примерно одного и того же размера, учитывая, что усиление там и там я настраивал примерно одинаковое. Доказательство мы писали экранку, на ней всё прекрасно видно. И более того, вот эти самые файлы, чтобы обеспечить нашим тестам максимальную прозрачность, я их скомпоную в архив, и ссылку на этот самый архив вы сможете найти под этим роликом на YouTube. Скачивайте, распаковывайте, слушайте своими ушками, смотрите своими собственными глазками. Я даже более скажу, что во время теста у нас был запас по усилению, и я просто не доворачивал даже до какой-то точки особо, потому что я боялся перегрузить. Ребята у нас динамичные, играют хорошо, и ясно, что я добавлял больше вот этого запаса по громкости, чтобы нам не уходить с ними в перегрузку. Давайте поговорим о вот этом самом косяке, потому что раз о нём так много говорят, значит, он действительно есть. И у меня есть две теории, что у нас с вами сегодня произошло. Первая теория заключается в том, что мы просто вытянули счастливый билетик на фабрику Вилли Вонке, в данном случае на Focusrite. Вот нам попалась карта, которая не сломана, которая нормально работает, одна на миллион. К счастью, она пришла к нам на обзор, и нам получилось записать отличный обзор. Вообще без сучка, без задоринга, всё работало как надо. Это раз. Вторая теория, и мне кажется, она более правдоподобна. Как мы все с вами знаем, со Scarlett'ами Focusrite также были определённые проблемы, и эти проблемы преследовали карту вплоть до третьей ревизии этих аудиоинтерфейсов. Я думаю, что у Claret примерно та же самая ситуация была с первой ревизией, но, к счастью, тут потребовалась всего одна модификация, чтобы плюс-минус избавиться от всех этих косячков, что действительно хорошо. Друзья, стоит упомянуть, что при покупке вот этого интерфейса вы получаете подарочные программы, плагины цифровой рабочей станции для работы со звуком. Это и плагины RED фирменные от Focusrite, это и цифровая рабочая станция Ableton Lifeline. Это всё, это всё. Я хотел бы очень узнать у вас, что вы думаете по поводу этого аудиоинтерфейса. Если вы являетесь обладателем Claret, то напишите ваш отзыв. Если у вас есть проблемы вот эти самые с уровнем, напишите в комментариях. Это опыт, это опыт. И я думаю, что это правильно делиться опытом, потому что вот вы сейчас напишите ваш отзыв, кто-то прочитает и купит себе другой интерфейс, и окажется в конечном итоге прав. Он не потратит лишние деньги, он сразу купит то, что будет служить ему верой и правдой, и радовать долгое время. А не для этого ли нужен друзей интернет, чтобы обмениваться своим опытом и своими мнениями. Это был канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Друзья, я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике! Давайте заново. Опять Света. Андрей, скуксюхчутка. Так, я сейчас его запущу. Сюда же прям. Давай, мы как запускаем уже, там мы четыре должны отчитать и начать. Не, надо сделать. Не угора еще. Нормально, надо близко не подходить. А то четыре, а Андрей ситоржет, я думаю, нет, ладно, еще четыре. Да, еще угодно. Все, запись пошла.